Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим, что означают слова обетования данному Аврааму. «Я сделаю тебя отцом множества народов». Действительно, Авраам очень часто воспринимается как отец всех верующих. Отец Авраам — это то, что мы иногда встречаем в Евангелии. И его своим отцом считают верующие, принадлежащие великим монотеистическим религиям, христианству, иудаизму, исламу. Поэтому три монотеизма проистекают из одного источника. Мусульмане еще говорят о том, что они исповедуют религию Авраама. Это тоже очень интересная идея. Они хотят сказать, что помимо исторических откровений, которые связаны с именами Моисея и Иисуса Христа, есть некая первозданная изначальная религия, которая и есть религия истинного Бога, которую исповедовал Авраам. Она была в начале, и поэтому она является более истинной. И действительно мы называем иногда мусульман агарянами, по крайней мере в нашем языке есть это слово, потому что они происходят от Агари, и они тоже потомки Авраама, они восходят к его сыну Измаилу. Поэтому идея отцовства, она присутствует. Но что это означает для нас с вами, верующих людей? Насколько важно нам себя осознавать детьми, потомками Авраама или семенем Авраама, как об этом очень часто говорится в Евангелии. В Евангелии говорится о том, что для того, чтобы быть спасенным, мало сказать «наш отец Авраам», точно так же, как нельзя оправдывать свои нечестивые поступки тем, что ты потомок Авраама. Это то, что мы с вами видим в Евангелии, потому что на эту ложь есть совершенно бескомпромиссный ответ, «И из придорожных камней Бог может воздвигнуть детей Аврааму». Эти придорожные камни – это, конечно, языческие народы, это все, кто отвергнут камень, это то, что отвергнут строителями, и из них Бог может воздвигнуть потомков Аврааму. Но в действительности в еврейском, особенно в арамейском языке, здесь, конечно, присутствует игра слов. Из придорожных «эбен» Бог может воздвигнуть «бен» Аврааму. И поэтому термин «сын», «потомство» указывает на какое-то другое символическое значение, которое чаще всего для нас остается непонятным, но, тем не менее, это очень важно. Потому что Авраам, как отец всех верующих, прежде всего, предстает как некий родоначальник, тот, с кого все начинается. История могла бы начаться с Моисея, но она начинается с Авраама. И начинается она с того, что Авраам разрушает идолов. Разрушить идолов – это очень смелый поступок. И, вероятно, можно предположить, что Авраам просто хочет расстаться с суевериями, предрассудками своего отца. Но существует интересное древнее предание. Говорится о том, что отец Авраама, Фарра, был изготовителем и торговцем идолов. И однажды он своему сыну поручил осуществлять торговлю в своей лавке. И вот когда Авраам остается один, он берет палку и сначала высмеивает суеверие и ложные религиозные представления клиентов своего отца, а затем разбивает всех идолов, кроме одного, который был самым большим. Отец в ярости его спрашивает, что произошло. Авраам ему отвечает, они дрались из-за еды, но самый большой, он же был самый злой, он их всех сломал. На что сердитый отец говорит, разве такое может быть? Они ведь ничего не понимают, идолы. Именно тогда сын и пытается обратить своего отца в истинную веру. Он говорит отцу, неужели то, что ты говоришь и то, что ты слышишь, совпадают? Имеется в виду, то, что ты исповедуешь словами, и то, что живет в твоем сердце, оно должно совпадать. Ведь сам отец Авраама, оказывается, не верит в этих идолов. Но зачем же тогда ты их производишь и их распространяешь? Но отец остается в ярости, он предает Авраама на суд царя Немврода. Там тоже происходят прения и споры. И в конце концов Авраам приговорен к сожжению на костре. Его бросают в огонь, проходит три дня и три ночи, и он выходит из этого огня невредимым. Замечательное пророчество и некий образ, который потом найдет свое завершение в Новом Завете. Именно тогда служители царя спрашивают брата Авраама Харана, который тоже был чародеем и создателем идолов. А ты кто? Имеется в виду ты. Какой веры? Брат отвечает, я на стороне Авраама и его бога, для того, чтобы каким-то образом встать на сторону победителя. Его тоже бросают в огонь и на глазах отца он сгорает. И поэтому в 28 главе говорится, Харан умер перед лицом своего отца. И здесь возникает вопрос об идолах, которые становятся препятствием на пути к Богу. Идолы всегда фиктивные. Они созданы людьми и поэтому они не могут быть живыми. Язычники изображают, что идолы поедают жертвоприношения, что они едят. Но это тоже лишь уловки шарлатанов. И в конце концов шарлатаны создают идолов, кумиров, для того, чтобы злоупотреблять доверчивостью простых людей. Это то, что предшествует истории Авраама, той религии, от которой он уходит. Религия лжи, суеверий и каких-то иллюзий. В 12 главе говорится, и сказал Бог Аврааму, Иди, лех-леха, оставь землю, где ты родился, оставь дом отца твоего, и иди в землю, которую я покажу тебе. И то же самое лех-леха повторится в другом эпизоде, который будет кульминацией жизни Авраама, история жертвоприношения Исаака. Никакого жертвоприношения не состоится. Скорее, это история о несостоявшемся жертвоприношении. Поэтому в иудаизме она называется «связание Исаака», потому что вместо него в жертву будет принесен другой. Но поскольку история Исаака является пророчеством искупительной жертвы Иисуса Христа, то в нашем обиходе со времен святых отцов остается это выражение жертвоприношения Авраама или жертвоприношения Исаака. Этот образ принесения кого-то в жертву. Но удивительно, что в начале 22 главы мы опять слышим это выражение по-еврейски «лег-лега». «Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, Исаака, и отправляйся, ллег-лега, в землю моря, чтобы принести его мне во всесожжение». Что же означает это странное выражение? Очень часто его хотят перевести как философский эквивалент «познай себя», «приди к себя», «приди к самому себе». Но в данном случае это как некое обетование, обетование того, что Авраам станет родоначальником, основателем нового человечества. Ты придешь к себе, это означает, что то, что тебя ждет, твой дом, твои потомки, они будут совершенно отличаться от всего, что было до тебя. Ты не будешь просто продолжением своего отца, с тебя начинается какая-то новая история. Вот что означает Авраам отец, родоначальник, вот что означает семя Авраамова, потомки Авраама, дети Авраама. Это не просто какое-то биологическое потомство, потому что речь идет не о его сыновьях, внуках и так далее, речь идет о великом народе, в который потом в конце концов вольются все народы земли. Вот что означает этот парадоксальный, необычный для нас образ этого потомства, семени Авраама, которое совершенно не совпадает с биологическим потомством. И для того, чтобы эта история началась, по-настоящему нужна инициация, как инициатива, некое начинание, то, что начинается с чистого листа и не имела никаких прецедентов. И поэтому история отцовства Авраама начинается в тот знаменитый момент, когда Авраам оказывает гостеприимство трем путникам. И как многие патриархальные пары, Авраам и Сара бесплодные. И в этом смысле, конечно, очень необычно, как бесплодная пара может стать основателем большого потомства, родоначальником большого народа. Уничтожить идолов – это был первый шаг на пути к этой инициации, к этому абсолютному началу. В 11 главе говорится о том, что Сара была бесплодна и не имела детей. И Авраам полностью убежден в том, что у него уже не будет законного ребенка, наследника, поскольку ему в тот момент 99 лет, а его жене 89. Но Бог является для того, чтобы заключить с ним завет. И повторяет слова обетования. «Вот мой завет с тобой, ты станешь отцом множества народов». Авраам принял это обетование и захотел вступить в этот завет. И поэтому, несмотря на его преклонный возраст, у него рождается законный ребенок, что кажется особенно необычным и чудодейственным, учитывая почтенный возраст его супруги. И, несмотря на этот преклонный возраст, вдруг человек становится источником какого-то неожиданного, необъяснимого плодородия, плодоношения. И в книге Бытии говорится, «Господь посетил Сару, как он сказал, и Господь поступил с Сарой, как он сказал, и Сара зачала и родила Аврааму сына в преклонном возрасте». Здесь мы встречаем, может быть, ключевую мысль, которая сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. Вопрос, откуда происходит человек, кто является твоим предком, родоначальником, твоим отцом. «Господь посетил Сару, как он сказал, и Господь поступил с Сарой, как он сказал. И после этого у Сары родился ребенок, и у Авраама был сын». Это наводит на мысль о том, что для того, чтобы родиться в семени Авраама, быть его потомком, человек должен родиться от Бога. И вообще во всех традиционных религиях, верованиях, никто никогда не скажет, что человек произошел от обезьяны, либо родился в саквояжи акушерки. Человек приходит из мира духов, человек приходит от Бога, и это то, чем объясняется образ отцовства Авраама. На портале экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.